Всем привет! В эфире кулинарное шоу Ирина Ортман, Мария Шматкова. Мы запускаем новый проект о вкусной и полезной еде. И это не только кулинарное шоу, это эксклюзивное интервью, интересные встречи и, конечно же, сюрпризы. В первую очередь для нас, ведь мы не знаем, что сегодня будем готовить. Ир, есть мысли? Но осень – время сбора урожая, поэтому могу предположить, но мне не терпится заглянуть, что же в этих пакетах. У нас есть два пакета, предоставленные они компанией ОПА Дворье, они являются спонсорами кулинарного шоу «Время есть». Теперь вам не нужно ходить по магазинам, достаточно скачать приложение, сделать пару кликов и вкусные продукты на вашем столе. Все быстро и удобно. Ну что же там, давай посмотрим. Ооо, такое ощущение, что кто-то знал, что этот пакет достанется именно мне, ведь я обожаю готовить шарлотку. Там яблоки. И все ингредиенты специально для этого десерта. Слушай, как приятно, здорово все упаковано. Так, у меня козий сыр, рукола, тыква, тыква, красавица, тыква, стекляные семечки. Ну, у меня главный ингредиент яблочки. Да яблоко, да яблоко, да яблоко. А ты умеешь так делать? Смотри, смотри, смотри. Умеешь? Ну, типа да. Все по плечу. Поехали. Слушай, ну у тебя походу шарлотка, да? На самом деле я очень люблю готовить шарлотку. Часто ее делаю для своей семьи. Потому что тут все очень просто. Небольшое количество ингредиентов. Ты прям серьезно не просто любишь, но и умеешь готовить? Конечно, я по-моему, третьего разряда. Маша, ты меня обижаешь. Слушай, ну я на самом деле шучу. Я, как и многие твои подписчики, конечно же, слежу за твоими кулинарными сторисами. Знаю, что ты любишь баловать свою семью. И не только. Друзей и гостей тоже. Ну я это делаю не так часто, конечно, как хотелось бы. По выходным, завтраки, обеды, ужины стабильные. Ну шарлотка это прям твое... Это моя коронка, коронка. Коронка, да. Ну тогда давай рецептом делись, а я буду разбираться со своим салатом. Ингредиенты, которые нам потребуются для шарлотки. Яблоки, яйца, сахар, мука, разрыхлитель и сахарная пудра. Начинаю я готовить шарлотку всегда с яблок. Шарлотка это всегда хит сезонная и, наверное, бренд осени. Ну, собственно, как и тыква, она тоже у нас сегодня есть. И, конечно же, салат мы будем делать из тыквы, козьего сыра, руколы, тыквенных семечек. Конечно, добавим специи. Мой любимый сушеный базилик. Я, кстати, тоже люблю готовить. Часто балую свою семью. Ну, наверное, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее. Я, когда готовилась к программе, интересно, такую заметила деталь. Ну, как? Изучала, изучала биографию. Да, ладно. И только твою, группой Тути. И ты знаешь, у вас так много песен, связанных с едой. Да, мы даже шутим по этому поводу. Горячий шоколад, соли, сахар, капучино. Ира, это потому что ты повар третьего разряда, признайся честно. Ты правильно подметила. Мы с девочками даже шутим, что у нас гастрономическая группа. То есть, нет, это никак не связано со мной. Я думаю, что это связано с тем, что мы просто все очень любим поесть. Горячий шоколад, сладкий чай. Вот такой расклад. Ай-яй-яй. Мне вот интересно, наши телезрители, которые сейчас смотрят эту программу, они какую сторону займут? Твою или мою? Потому что я всегда ем. Я всегда пробую все. Слушай, ну если ты всегда ешь, если ты всегда пробуешь, Ир, как тебе удается оставаться в такой потрясающей форме? Давай, делись секретом. Я веду активный образ жизни. Так. Я занимаюсь спортом. То есть, прям спортзал ежедневно, тренировки. В каком режиме? Три раза в неделю стараюсь. Ну, то есть, понимаешь, ты любишь петь шарлотку, но это трех раз в неделю-то маловато. Нет, нормально. Я еще стою на гвоздях, кстати. Да, я бы хотела сказать, что не только ты стоишь на гвоздях. Ты должна об этом тоже знать. Садхо – это стопроцентное улучшение метаболизма. Вот, но это уже отдельная программа. Если следить, то задумайтесь. Но мы все-таки призываем не только вести активный образ жизни, но и следить за своим питанием. Обязательно. Это тоже немаловажно. Мы говорили о том, что сегодня будут сюрпризы, и мы ждем в гости. Кого мы сегодня ждем в гости? Расскажем? Нет, нашим телезрителям? Как думаешь? Или поддержим интригу? Пожалуй, поддержим. Поддержим? Давай займемся нашим блюдом. Ну, давай хотя бы скажем, что это легендарная группа, и она… У которой в этом году невероятное событие, юбилейное событие, но об этом чуть позже. Так, смотри, теперь я беру яйца, яйца, я… Сколько? Четыре. Четыре яйца, да? Пока ты делаешь тесто для шарлотки, я поставлю тыкву в духовку. Так, отправляем нашу тыкву готовиться при температуре 200 градусов. Поехали. Четыре яйца я смешиваю с одним стаканом сахара. Я всегда делаю все на глаз, в данном случае кружка, а я доверяю стакану. Маш, я хочу еще поделиться своей находкой, как мне кажется, вот все строится на нюансах. Лично я добавляю в муку разрыхлитель в то время, пока у меня дружат яйца с сахаром. И разрыхлитель должен тоже постоять в стакане с мукой какое-то время. Как мне кажется, опять-таки, это мое умозаключение, что именно здесь происходит вся магия. Яйца у нас уже приобрели белый оттенок. Теперь мы будем добавлять муку и разрыхлитель сюда. Прекрасно. А я готовлю свой салат. Кстати, смотри, смотри, как красиво получается. Очень красиво. Я обожаю зелень. Все салаты связаны с рукколой, поэтому я жду как никто другой, когда ты приготовишь эту вкуснятину. Я обычно всегда смешиваю разные виды салатов. Хоть у нас и называется салат с рукколой, но я не удержалась и добавила еще два вида. Теперь мы подготовим основу. Пока у нас тыква запекается, обязательно берем кунжутное масло, щедро поливаем. Только кунжутное масло можно использовать или любое другое? Ты знаешь, в последнее время я прям, ну, в хорошем смысле слова, подсела на это масло, потому что оно даст пору оливковому по своим вкусовым способностям. То есть оно придает очень тонкий, такой чуть-чуть вкус с кислинкой. Маши себе не, пожалуйста, я себе буду перебивать, потому что у меня тоже тесто уже готово, мне пора. У тебя готово тесто, доставай. Добавляем сушеный базилик и соль, перец. Раскладываем на дно яблоки, форму яблоки. Заливаем это все нашим тестом. Теперь мы отправляем нашу шарлотку на 40 минут в духовку при температуре 170 градусов. Ну что, время-время, моя шарлотка уже готова. Давай, доставай, доставай, ждем. Ну что, моя шарлотка готова. Вау! Вот так выглядит моя шарлотка. Но это еще не финальный вариант. Мы же будем ее еще украшать. Конечно, конечно. И собирать наш салат. Обязательно руками нужно салат весь перемешать, потому что это будет основа. И он уже прям должен быть таким насыщенным и пропитаться. И кунжутным маслом, и сушеным базиликом. И чуть-чуть, прям буквально несколько капель лимона мы выдавливаем. Наша основа готова. Соответственно, мы это все очень красиво и аккуратно раскладываем. У нас сегодня гости, мы поставим прям это блюдо на общий стол. И я очень надеюсь, что наши легендарные гости оценят его по достоинству. Честно, волнуюсь немножко. Я тоже волнуюсь. Одно дело, когда ты готовишь для своей семьи, а другое дело, когда ты готовишь для легендарной группы. Не так волнительно, можно там не хватить соли, или наоборот, можно пересолить. Ты добавишь сюда еще семечки, да? Я вижу у тебя там ингредиенты. Мы, безусловно, так как у нас тыква запекается, у нас еще будут тыквенные семечки. И, конечно же, мы еще добавим сушеного базилика, потому что базилик никогда ничего не портит. Он просто... Такой аромат. Для меня сегодня просто праздник какой-то, потому что сегодня все наши блюда исключительно вегетарианские. Без мяса. Ну, сыр я ем. Сыр я ем. И яйца. И молочку, да. Яйца и молочку. То есть молочные продукты... То есть ты не ешь мясо? Прямо вот принципиально? Да. То есть если бы у тебя была добавлена телятина, то я бы точно уже не попробовала это никогда. Ириш, у тебя остались яблоки. Ты знаешь, я хочу отступить от рецепта и добавить туда немножко кислинки. Я за творческий подход на кухне однозначно. Мне кажется, сочетание тыквы и яблок будет замечательным. Ты не будешь снимать кожуру? Я не буду снимать кожуру, потому что это будет для украшения. Я украшаю блюдо нашими прекрасными яблоками. У нас же осень, да? Да. Прекрасная осень золотая. А про осень есть песня у Тути? У Тути. Или у Ирины Ордмут? Есть, подожди, есть. Холодно мне, кажется, что в холодном небе. Но... Забыл слово. Холодно мне, кажется, что в холодном небе. Мерзнет город. Я думаю, что время доставать тыкву. Время пока еще не есть. Достаем нашу тыкву. О, боже, боже, боже. Готово? Ну, да, я думаю, что да. Ир, время есть украсить шарлотку и мой салат? Время есть. И это самая любимая часть готовки у меня. Давай я тебе помогу. Потому что здесь место творчеству. Помогай мне. Потому что наши гости, признаемся честно, уже в студии, продолжаем держать интригу. Но напоминаю, что это легендарная группа, которая, между прочим, в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. 50 лет на сцене. Ну и теперь сахарная пудра. Ты любишь побольше или поменьше? Главное, я люблю в меру. Я не люблю, когда очень много. Ну, все. Так, ну что, твоя шарлотка готова. А вот мой салат мы еще не украсили. Поэтому давай помогай. Итак, берем тыкву. Посмотри, какая она. Аромат. Аромат. Аромат выкладываем нашу тыкву. Прям вот лепесточками. Прям вот сюда. Вот сюда, прям поверх. А можно по тарелке? Тоже красиво будет. Мне кажется, мы перегрузим. Ну, тогда длинные давай я вот так. Вот смотри, мне кажется, в этом что-то есть. В этом, безусловно, что-то есть. Как и обещали, вкусное и полезное. Помните, да, что у нас в рецепте вкусного полезного салата с рукколой и козьим сыром, запеченная тыква, базилик, микс салатов, козий сыр и, конечно же, тыквенные семечки. Ну, куда же без них. Ну что, самое время накрывать на стол. И встречать наших дорогих гостей. Время есть. Кулинарное шоу на ОТВ с Ириной Ортман. И Марией Шматковой. Не переключайтесь. Фирменный стиль и аксессуары кулинарного шоу «Время есть» предоставлены и разработаны фэшн-дизайнером, стилистом Сюзанной Янковской. Можно я покручусь? Сюзи, это перфекта. Вы смотрите кулинарное шоу «Время есть». И сегодня с нами «Самоцветы». Добрый день. Рады приветствовать вас на нашей кухне. 50 лет в этом году отмечает группа «Самоцветы». 40 лет в этом составе. Обо всем этом поговорим в уютной обстановке. И, конечно же, угостим вас нашими коронными блюдами. Вот же с «Самочкой» и «Ча». И за чашечкой чая. Потому что время есть на чашечку чая. И время есть поговорить. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. Связано, связано только с тобой. Лишь с тобой, лишь с тобой, только с тобой. Георгий, вы самый главный человек, знаете, все до мелочей о юбилейном концерте, который состоится 5 ноября в Театре Насерпуховской. Дорогие друзья, 5 ноября в Театре Насерпуховской состоится наш сольный концерт в рамках как бы юбилея ансамбля «Самоцветы», который происходит в этом году уже в течение всего года. Мы все концерты свои называем юбилейными, ну потому что весь год он юбилейный, поэтому каждый концерт он как бы юбилейный. Какие сюрпризы вы приготовили для своих зрителей, которые придут 5 ноября на ваш юбилейный концерт? А во сколько? Да, в 19.00, да, в 19.00. У нас очень большая семья музыкальная, это раз, это я просто намекаю. А сюрпризы? Жоры тоже, музыканты, и оба сына музыканты, и младший тоже, и третий тоже. Три. Да, трое, три уже, да, так что вот. У Алика? А что у Алика? А у Алика студенты, кстати, очень хорошие студенты. Хорошие. Ну так что у нас на самом деле там будут сюрпризы. Никита. Горщий внук. Но он выйдет на сцену вашего юбилейного концерта. Ну самый любимый, потому что он рос с нами, то есть как бы он у меня самый любимый внук. То есть эти ребятки тоже, они любимые, но вот Никита, он просто первый от того, что был. И все время с нами. Ну мы же не внуки двои. Да, три года он был с нами просто из-за дня. Я представляю, как вы сейчас им гордитесь, у него такие потрясающие успехи. В принципе, да, даже Петрович, он обычно сдержанный. Сейчас в шоу и в дуэте. На коньках он, они, да, и на коньках, он потрясающе поет. Позавчера, что ли, победили с этой девочкой. Мы с Петровичем, Петрович так встал из-за стола, что у нас вот этот, с крышкой, он прямо сбил. Здесь чай там, все. Мы хлопали и даже, ну что он такой спокойный, как у Дафа, такой, в музыке он такой внутри. А так вот, все сбито было, мы хлопали и крышали, и дес. Круто. Нет, но... Гордость переполняет. Ну, я гордость, во-первых, переживаю. Даже в объемах увеличилось. Мы желаем, чтобы он победил там. А что за буклетик, Леночка, а что за буклетик? А это вот, мы ходили в театр этот, я не знаю, тут уже так мелко написано, что очки надо. Можно даже не помнить, в какой театр ходить. Губернский театр. Губернский театр, да. Безымянная звезда. Это под руководством этого самого стерея безрукового вообще. Ого. Играет одна молодежь. И вот этот был спектакль, это кино было, безымянная звезда, помните, да? Да-да-да. Да. Не молодые, не могут, не помню. Ну, в общем, по этому фильму сделан как мюзикл, но это не мюзикл. Никита играет учителя. Да. Да, Никита, вот, да. Главная роль. Главную роль. Мы с Машей обязательно сходим, правда, Маш? Обязательно. Вы были на премьере? Да, мы были с Петровичем самые первые. Он просто настолько обрадовался, потому что мы же никогда, никто не может попасть именно в какой-то день, там, то, или Алла, нет, то. На следующий день пришла Кристина. Вот в следующий раз уже придет Алла, там, потому что у кого-то что-то всегда есть. Ну, и вот, и он был очень рад, он не знал, мы уже в перерыве так-то, да. А я там Машу, Машу, думаю, ну, наверное, видит. Какой видит? Он говорит, я вообще тоже волновался. В завершении нашей программы хотелось бы вот прям буквально несколько слов, несколько предложений. Что для вас самоцветы? Вот прям друг другу микрофон передавайте, прям коротко и емко. Георгий. Самоцветы – это один из первых вокально-инструментальных ансамблей в Советском Союзе. Для меня самоцветы – это практически семья. Ну, для меня самоцветы – это тоже жизнь моя уже. Все. Для меня самоцветы – это семья. Я так же заботюсь о них. Ничего своего нет. Нет, как это? У нас семья. Вот именно, единение. Так что, да, нет, но на самом деле семья, и я, поскольку как женщина, я пытаюсь все время. Мать. Заботиться. А я хочу сказать то, что я думаю, что наш коллектив так долго держится благодаря именно Лене. Потому что женщина в коллективе – это основное как бы ядро такое, благодаря которому мы не разваливаемся. Мы вот все вокруг нее вращаемся, но вот она нас держит. То есть она центр притяжения? Она именно то, что вас объединяет? Несомненно. Конечно. Заряжает? Да. Дает силы? Олежек, дай я еще добавлю, добавлю к этому. Дело в том, что женщина, она может как разъединять коллектив, так и соединить. Вот Лена, тот редкий случай, когда женщина в коллективе соединяет коллектив. Потому что все остальные примеры, которые мы знаем в истории нашей отечественной, ну и не только отечественной, а вообще поп-музыки, рок-музыки, когда женщина в коллективе появляется, то коллектив разваливается через какое-то время. У нас наоборот. А нам повезло. Вам очень повезло. А я хочу сказать, что повезло не только вам, а всем зрителям и всем-всем-всем тем, кто обожает группу «Самоцветы». И я хочу сказать, что несмотря на то, что вам всего лишь 50, у вас есть как и совсем юные поклонники, да, так и более старшего, зрелого возраста. Ну, а для меня лично, конечно же, «Самоцветы» – это просто легенда, это знак качества, это бренд, это хорошая музыка со смыслом и просто потрясающая песня. Ир, а для тебя? Спасибо. Спасибо. А для меня «Самоцветы» – это песни, и поэтому я не могу отпустить наших любимых без... Давайте вместе. Давайте вместе. Вскольное окно смотрят облака. Я не участвую. Бесконечным кажется урок, слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Это было прекрасное время, проведенное с вами. Мы вас любим, обожаем. Спасибо, Георгий. Спасибо, Саша. Спасибо вам. Спасибо, Олег. Ваши песни, за ваше творчество. Мы от всей души вас поздравляем с юбилеем и ждем, конечно же, новых работ. Спасибо вам. Спасибо, что сегодня были с нами. Еще раз с юбилеем. Легендарной группе «Самоцветы 50». Увидимся на телеканале ОТВ в кулинарном шоу «Время есть» с Ириной Ортман. И с Марией Шматковой. Три, четыре. Время есть! Увидимся!